Десятки дворов, несколько скверов и аллей благоустроили в этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Как преобразились эти территории о финансировании проекта и как сделать так, чтобы именно ваш двор оказался в списке по благоустройству? Об этом нам сегодня расскажут завеститель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Евгеньевич Пахоменко и начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Елена Николаевна Королева. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена Николаевна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, какие общественные территории были благоустроены в этом году и в рамках какого проекта? Вот поподробнее об этом. В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды у нас в текущем году ведется работа. Она еще не завершена, но подходит к логическому завершению по благоустройству в трех общественных территориях. Это сквер по улице Панфиловцев 22 и два участка по улице Георгия Исакова от Матросова до Малахова. Основная часть работы уже проведена, учитывая закрытие сезона. То есть вместе с тем еще работы продолжаются, будут установлены на обоих участках малые архитектурные формы, скамейки, лавочки, урны, арки, где это предусмотрено проектом. Поэтому работа еще ведется. А как преобразить эти скверы, аллеи по сравнению, какие они были и какие они сейчас станут? Ну, дело в том, что именно на этих двух скверах, наверное, уникальным в нашем городе будут два объекта. Первый – это на Панфиловцев 22 появится пешеходный фонтан. Он будет первый в нашем городе пешеходный фонтан. То есть струи, они будут идти из земли, из керамического покрытия. И в настоящее время у нас на Георгии Исакова будет уже завершена работа по устройству велодорожки. То есть, во-первых, в городе у нас велодорожка. То есть такие уникальные проекты. Это будет единственный, наверное, в своем роде неповторимый проект. И такого у нас в городе еще не было. Как вы думаете, эти места станут центром притяжения туристов? Конечно. А не только жители, да, Варнова? Потому что те скверы, которые у нас есть, там будут установлены и детские площадки, и спортивные площадки. И это будет полноценное место отдыха для горожан. Поэтому я думаю, что очень много населения захочет отдыхать в данных скверах и парках. Когда они уже будут готовы полностью, что мы можем на них посмотреть? Ну, срок завершения работ по муниципальному контракту, заключенному с ДСУ-4, это 1 ноября. В настоящее время темп работы по благоустройству общественных территорий идет полным ходом. Уже по Георгии Исакова выполнение порядка 90 процентов. По панфиловцев порядка 60 процентов выполнения. Поэтому надеемся, что в октябре в ближайшее время завершится работа. Алексей Евгеньевич, вы, наверное, выезжали на место, смотрели скверы. Как оцениваете? Очень-очень интересно, очень здорово. Сейчас по незаконченным проектам этого года я пока сказать не могу. Это надо, чтобы не портить впечатление, наверное, оценивать, когда они будут уже готовы. Но вот по объектам прошлого года, я вот сейчас не так давно в Москве был, я могу сравнивать, что, допустим, аллея, которую не аллея, пешеходная улица по Молодежной, которую сделали, вот особенно участок от Ленина до проспекта Социалистического, сделано очень здорово. Это прям вот хороший даже столичный уровень. Ну, может быть, не такие дорогие материалы, там, гранитная плитка у них и так далее. Но вот решения архитектурные, вот зоны, вот эти вот комфорта для жителей, которые там оборудованы, как вписали деревья, очень здорово, прям отличный уровень. Есть такие же вот подобные скверы, аллеи в России? Ну, я говорю, я сравниваю с Москвой сейчас, и это прямо вот хороший столичный уровень. То есть на уровне? Да. А в России где-то еще подобные есть или только в столице? Нет, почему? Есть, конечно, в Казани все очень хорошо решено, даже, ну, побогаче и побольше, чем у нас. Ну, конечно, сравнивая бюджеты практически столичных городов, тут надо большую скидку нам делать, и в рамках этого это просто великолепно. Да, переходя к бюджету, Елена Николаевна, расскажите, сколько в эти проекты было вложено? 108 миллионов выделено из всех уровней бюджета на реализацию благоустроительных работ по общественным территориям. Основная доля – это, конечно, федеральный бюджет, порядка 103 миллионов рублей. Порядка миллиона – это средства крывого бюджета, и порядка трех миллионов – это средства городского бюджета. А сами жители, они как-то помогали тоже благоустраивать эти территории, или как бы, вот я где-то читала, что они там что-то озеленяли, садили какие-то цветы на аллеях? Ну, жители у нас, наверное, в большей степени они давали предложение, каким образом благоустроить общественные территории, то есть как она должна выглядеть, обязательно вносили свои предложения. При этом то, что мы сейчас видим и то, что мы увидим в завершении сезона, это, конечно, прежде всего по мнению, по предложению жителей, потому что у нас выбраны эти территории путем рейтингового голосования. Более 63 тысяч голосов у нас получили мы за все территории общего пользования, и среди этих голосов более 10 тысяч набрала аллея Георгия Исакова, более 8 тысяч сквер по улице Панфиловцев, именно поэтому в первоочередном порядке начали благоустраивать общественные территории по данным адресам. А жители в ходе работы, они, конечно, и направляли нам письменные обращения, и участвовали при промежуточных видах работ, при приемке, высказывали свои предложения, как, что должно быть. Но в любом случае, получаем в настоящее время очень много положительных отзывов о том, что действительно те работы, которые проводятся на данных участках, они нужны, они важны и не будут востребованы. Смотрите, 63 тысячи человек проголосовали. Это говорит об активном участии жителей нашего города в таких общественных делах? Ну, благоустройство, особенно общественных территорий, касается каждого из нас, жителя, и каждый хочет отдыхать и проходить, даже прогуливаться. Поэтому это объяснимо, почему жители заинтересованы в благоустройстве нашего города. Этот проект существует уже не первый год, не первый год он финансируется. Всегда был такой ажиотаж повышенный к нему со стороны людей, или вот впервые в этом году 63 тысячи вот такое активное участие проявили люди? Жители нашего города, и это правильно, они всегда проявляли активную жизненную позицию в благоустройстве каждого уголка, каждого сквера. И это правильно, о том, что у нас проводилось рейтинговое голосование среди жителей, о том, мы спрашивали у жителей, что же лучше в первую очередь благоустроить. Соответственно, ежегодно проводится рейтинговое голосование. В прошлом году мы выбрали жителями по предложению их, в первую очередь, порядка шести территорий, которые были благоустроены. В настоящее время три, но и в дальнейшем мы будем продолжать эту работу. И, соответственно, в ходе опроса жителей рейтингового голосования будут выбраны территории. У нас осталось по программе «Комфортная городская среда» благоустроить порядка 46 общественных территорий. Уже известно, какие? Конечно, нет, потому что рейтинговое голосование будет организовано. Сейчас рассматривается вопрос, либо в конце года будет проведена. И только люди могут, только горожане могут принимать участие? Или еще кто-то имеет, так скажем, полномочия выбирать эти территории, которые будут благоустроены? Информация о том, какие территории будут выставлены, будет размещена на официальном сайте администрации города. И каждый житель нашего города имеет право и, я надеюсь, желание проголосовать и выбрать ту и иную территорию, которой в первую очередь в порядке нужно будет благоустроить. То есть он должен зайти на сайт администрации города и там... Расскажите поподробнее о механизме голосования. Там будет раздел о том, где проводятся голосования и просто выставлены территории, необходимые для голосования, необходимые для благоустройства в первоочном порядке. То есть житель города голосует, нажимает кнопочку за ту или иную территорию, соответственно, в итоге мы подводим результаты, какая территория набрала наибольшее количество голосов. А если разделятся голоса? Такого никогда не было, по крайней мере, с начала программы в течение трех лет. Когда такое количество голосов, невозможно, чтобы совпали до одного количества. А можете судить по предыдущим годам? Были ли какие-то нарекания к подрядчику, тем, кто выполнял работы, или вот все выполнено как надо? Ну, работы завершены, работы завершены на высшем уровне. Те замечания, которые в весенний период были обнаружены комиссионно, опять же, допустим, в некоторых скверах у нас была просадка грунта, да, допустим, но мы комиссионно объехали, подрядчик в рамках гарантийных обязательств, он их устранил. А сколько гарантия? Гарантия порядка 60 месяцев. То есть хорошая. Как вы думаете, какие, на ваш взгляд, чисто на ваш взгляд, какие территории нуждаются прежде всего в благоустройстве? Вот если не брать голосование, да, как вы считаете, вот как житель города? Я как житель города считаю, что каждая территория нуждается в благоустройстве. Очень много сделано, но вместе с тем работу можно продолжать. Вот если мы возьмем с вами территорию Нагорного парка, да, мы благоустраивали в рамках комфортной городской среды, но вместе с тем есть потребность, и мы ее реализуем в посадке зеленых насаждений на данном участке. Если мы возьмем с вами Ленинградскую аллею, которую мы делали, потребность в посадке есть, и мы ее тоже реализуем, да, то есть где-то посаживаем кустарник. Благоустройство – это очень интересная сфера, и она делает… Она не может быть, что, допустим, мы на одном участке завершили благоустройство и забыли о нем. Ее нужно поддерживать регулярно. Поэтому благоустраивать нужно на тех участках, которые мы сделали уже, и, конечно, на всех тех участках, которые жители будут выбирать. Елена Николаевна, а можете сказать, каким парнаул был 7 лет назад и каким он становится сейчас? Очень много увеличивается количество посаженных зеленых насаждений на каждой из территорий общего пользования. У нас по сравнению с 7 лет назад очень большое внимание уделяется городским фонтанам. Часть фонтанов реконструирована. В прошлом году площадь не расцвета, а музыкальный фонтан у нас появился у России. Реконструкция была проведена за эти годы. То есть очень много уголков появилось именно. Наверное, вот в этом году можно, на Путском бульваре, оригинальный уголок, да, допустим, они каждый год прирастают с зелеными уголками, скверами. Я думаю, что в дальнейшем работа будет только продолжена. Спасибо большое. Алексей Евгеньевич, расскажите, не менее важны общественные территории, но еще более значимые. Это наши дворы, где мы живем. Сколько благоустроили дворов в этом году и в рамках какого тоже проекта? Это один и тот же проект. Сейчас он называется национальный проект «Жилье и городская среда». В нем, соответственно, подпрограмма формирования комфортной городской среды. Вот она разделяется, в свою очередь, на две части. На благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий. Про общественные территории Илья Николаевна рассказала уже. Ну, дворовые территории действительно не менее важны, может быть, более важны. Тут трудно как-то сравнивать однозначно. Потому что живем мы, естественно, во дворе, в доме, выходим во двор каждый день. Ну, и общественные территории тоже у нас на пути каждый день. Поэтому, как-то сказать, что важнее, сложно. Но дворовым территориям у нас уделяется даже, наверное, чуть больше приоритета. То есть, вот из федеральных субсидий по этой программе, вот, Николай сказал, было у нас больше 100 миллионов. Выделено на общественные территории. На дворовые же территории пошло около 200. То есть, если сравнивать, то есть не на порядок вдвое. То есть, если сравнивать, то две трети субсидий ушло на дворы и треть на общественные территории. Так что это отражает во многом и запрос жителей, и количество обращений, просим заявок для участия в этой программе. И в этом году у нас, вот, планово будет сделано 83 двора. В прошлом году было у нас благоустроено 65 дворов. И в 2017 году, в год начала этой программы, в пилотный год, когда он еще не был приоритетным национальным проектом, было 106 дворов у нас сделано. Скажите, а как преображается двор, вот, после такого благоустройства? Вы видите, программа эта достаточно подробно расписана. И в отличие от многих каких-то программ или инициатив, ранее 10, вот, в начале 2000-х годов было «Новые дороги России», если вы помните, да. Он основан не на инициативе сверху, то есть, вот, администрации, что мы хотим вот сделать вам то-то, 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 или надо сделать, ну, а на инициативе жителей. То есть, программа эта вот в части дворов, она основана на заявках жителей. Можете конкретный пример привести? Вот, какой двор, может быть, вы выезжали на место, какой двор вот прям на глазах стал красивее и преобразился? Ну, выезжаем мы на место каждый день, это постоянный контроль за проведением работы осуществляется, и по каждому району и назначены, соответственно, и специалисты, которые присматривают за подрядной организацией вместе с организацией, нанятой для контроля за состоянием, за объемом и качеством работ тоже, там, лицензированные специалисты. Ну, и сейчас у нас вот из 83 дворов работы также продолжаются еще, закончено в асфальте из 83 66, то есть 80% уже. И сейчас вот идет активная установка малых архитектурных форм, урн, лавочек, детского оборудования, спортивного оборудования, ограждений. Ну, из примеров, пожалуй, вот сейчас закончен, наверное, самый большой объект этого года, дом по пятому кооперативному 10А, там стоимость проекта почти 7 миллионов. То есть там очень много сделано, там практически полный набор возможных работ, жители проголосовали за это дело. И там и полный ремонт дворовой сети, и дополнительно сделали внутриквартальную дорогу, которая проходит мимо этого дома. И тропиночная сеть очень большая, и детская площадка, и спортивная площадка, и парковочная зона. То есть вот если вот хочется посмотреть на действительно как образец большого проекта в этой области, то вот добро пожаловать туда, сейчас там очень интересно можно. Как люди-то реагируют на такие новинки? Я же сказал, здесь в первую очередь люди являются инициаторами этого проекта. Поэтому понятно, что реагируют они не просто хорошо, они в этом участвуют. Они участвуют как инициаторы, участвуют как контролеры. На каждом, в соответствии с правилами, на каждом доме должны избрать ответственного представителя, который является членом и приемной комиссии, и без его подписи не будет, соответственно, сдан в эксплуатацию этот двор. Люди очень активно в этом участвуют. И да, время... Вы же видите их глаза, я не знаю, радостные, счастливые, довольные, что есть где прогуляться наконец? Они, глаза эти, появляются, когда двор закончен, когда вот все учтено. На стадии строительства очень часто и спорим даже, и появляются какие-то новые предложения. О чем спорите, прежде всего? Чаще всего бывает так, когда проголосовали, допустим, по участию в программе, только за, допустим, строительство детской площадки. Так сказать, автовладельцы были неактивны, им неинтересно было, это там предполагается софинансирование жителей по программе, по дополнительному перечню, то есть минимальный, то есть ремонт тротуары, дороги там, это все бесплатно за счет, ну как бесплатно, за счет федеральных средств, да, и за счет средств там софинансирования города и края. А если хотят жители что-то дополнительное, то есть детскую площадку, парковки, то там предполагается софинансирование в размере 40%. То есть и вот, когда на этапе выбора набора работ, да, которые не приняли, допустим, решение, там, сделать, допустим, парковку, захотели только детскую площадку, а потом, глядя, как двор преображается и понимая, что уже какая-то там накатанная зона, там, допустим, в лучшем случае отсоцепанная гравием, уже совершенно не смотрится, начинают люди запоздало требовать, а почему вы нам не делаете парковку, а почему, прямо противоположная ситуация, почему у нас нет детской площадки, забывая о том, что сами же ее и не захотели на стадии подачи заявки инициативы. Где-то становится ясно, что, допустим, нужно сделать дополнительный тротуар, который не учтен был в проекте, в первоначальном, который сами жители утверждали, где-то необходимо сделать, допустим, лоток водоотведения и так далее. То есть там практически на каждом дворе возникают какие-то от небольших до больших моментов, где проект необходимо доработать и пойти где-то навстречу жителям, где-то действительно, что уже лимит финансирования и смета все-таки ограничен, он не может растягиваться до бесконечности. А есть примеры, когда люди готовы вкладываться в свой двор? Вот эти вот, все, что я вам перечислил, 20 детских площадок, 12 парковочных зондов отведения, это все дополнительный перечень, это 40% финансирования внесли жители. Из вот этих 200 миллионов общего бюджета, из них 6 миллионов, это взносы жителей. Если брать одного человека, то ему много, он много вкладывает? Или если разделить на всех, то это довольно невнушительная цифра? Смотря какой дом, для большого дома, вот я пример приводил, 5-й кооперативный, там 9 подъездов или 8, по-моему, да, там, несмотря на весь этот довольно большой объем работ, который требовал софинансирования, там получилось не более, по-моему, тысячи на квартиру, потому что большой дом просто, и много людей, много квартир. Если же, допустим, дом небольшой, то там может доходить до 3000, больше я, во всяком случае, не пью. Скажите, пожалуйста, а как сделать так, чтобы вот мой лично двор попал в эту программу, в этот проект? В первую очередь вам необходимо, ну как вам, жителям дома, потому что тут коллективное, в первую очередь, коллективное обращение необходимо, необходимо сформировать инициативную группу и выбрать уполномоченного представителя, то есть тот, кто будет не представлять интересы вашего двора. Чаще всего в этой роли выступает председатель совета дома, ну домком, как его принято называть, да, если это ТСЖ, то, соответственно, предпредседатель ТСЖ. Жителям потом нужно решить, какие вообще работы они хотят. Хотят ли они детскую площадку вообще? Многие вот говорят, у нас тут мало детей, зачем нам детская площадка? Хотят ли они парковку? Многие категорически против запускать свой двор машины, да, там война идет настоящая, никаких парковок у нас в области. Нужны ли им дополнительные тротуары, какие-то, все это надо обдумать. И вот когда жители уже определятся с этими вопросами, уже можно подходить к самому главному, то есть то, без чего заявки не будет, и надо провести общее собрание жителей по голосованию за участие в этом проекте и с этим вот набором работ. Здесь у закона достаточно жесткие требования, за участие в программе должно проголосовать две трети жителей. Не простое большинство, допустим, как на обычном голосовании, а именно две трети жителей должно проголосовать за участие, потому что речь идет о их собственности, о их деньгах, это серьезный вопрос. Если дом, жители дома чувствуют, что соседи, собственники готовы к этому, определились со всеми необходимыми пунктами, то им нужно либо своими силами провести, соответственно, это собрание, либо лучше всего обратиться в управляющую компанию или в управление коммунального хозяйства района, в котором администрация, то есть на того района города, в котором они находятся. Там им помогут оформить это собрание правильным образом, все необходимые пункты, которые должны быть приняты, и помогут это собрание провести. Соответственно, потом эта заявка вместе с протоколом голосования рассматривается на общественной комиссии, которая у нас создана при администрации города, и, соответственно, на этой комиссии заявку эту оценивают, ее обоснованность, необходимость, и ставят, соответственно, в план на следующий год. Когда заявку уже стоит подавать? Ее стоит подавать прямо сейчас, потому что прием у нас заявок в этом году идет до 1 октября, то есть уже совсем немного времени осталось, заявок уже очень много получили, сейчас вот объезд предварительно идет по дворам на 2020 год по заявкам. И если, ну, отчаиваться не надо, программа у нас это, если в этом году уже не успевают люди как-то организоваться, программа эта у нас предусмотрена, вот национальный проект до 2024 года. То есть успевают все? Совершенно верно, то есть, ну, конечно, чем быстрее двор будет благоустроен, тем лучше, поэтому все равно и отчаиваться не надо, и расслабляться, что там до этого, чем быстрее прием заявок идет весь год, поэтому чем быстрее люди определятся, проголосуют, подготовят пакет документов на заявку, тем лучше. Спасибо большое за такую интересную беседу, ну, а я напомню, что мы сегодня обсуждали федеральный проект «Комфортная городская среда» с заместителем председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексеем Евгеньевичем Пахоменко и начальником отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Еленой Николаевной Королевой.